Ассоциация региональных банков России собирает банковских юристов. А теперь подробнее об этих и других темах. Российский рынок завершил неделю заметным подъемом в условиях благоприятной конъюнктуры мировых цен на нефть. Индекс РТС вырос до 1932,82 пункта. Индекс ММВБ поднялся до 1747,72 пункта. Подробнее итоги работы банковской индустрии России смотрите на сайте банкир.ру Добрый день, в эфире Банкир ТВ. Мы ведем наш репортаж из офиса Финансового университета при правительстве России. Сегодня, 26 февраля, здесь проходит годовое собрание Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов. По сути, это первый день полноценной работы общественной организации, созданной на базе Ассоциации кредитных брокеров. После кризисной стагнации кредитные брокеры и финансовые консультанты возвращаются к активной работе. Сейчас ситуация изменилась. И мы понимаем, что эта тема востребована среди населения Российской Федерации. Поэтому было принято решение провести нынешний съезд, объединить всех кредитных брокеров, субъектов Российской Федерации, регионов, выработать единую стратегию, тактику развития. И я думаю, что сегодняшнее мероприятие как раз должно дать ответы на все те вопросы, которые волнуют специалистов. Открывая собрание Национальной ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов, председатель Совета директоров ассоциации, директор Института финансово-экономических исследований при Финансовом университете Владимир Гамза кратко обрисовал актуальные задачи, стоящие перед сообществом кредитных брокеров и финансовых консультантов. Провести огромную и внутреннюю организационную работу в самой ассоциации для того, чтобы наша Национальная ассоциация соответствовала тем требованиям, которые предъявляются ассоциациям, которые хотят получить статус саморегулирования. Эта работа уже началась. Одна из самых актуальных задач – разработка национальных стандартов работы кредитных брокеров и финансовых консультантов, которые были бы признаны всеми участниками финансового рынка страны. Первое, что мы должны сейчас сделать, это начать процесс подготовки, установить четкие взаимоотношения с кредитными организациями через эти стандарты, чтобы кредитные организации четко понимали и понимали те стандарты, которые мы подготовили. Мы надеемся, что в принципе, в принципе, принципиально эти стандарты будут отоплены, кто будет соответствовать этим стандартам, естественно, наших участников. А с другой стороны, кредитные организации будут заинтересованы в работе с нами, потому что для них понятные прозрачные правила. В своем выступлении вице-президент Национальной ассоциации кредитных брокеров и Ассоциации региональных банков России, главный редактор информационного агентства «Банкира.ру» и сети порталов «123 кредит» Янарт напомнил о пятилетней предыстории Ассоциации кредитных брокеров и консолидации этого непростого сегмента финансового рынка. На самом старте попытки создания организации брокеров, во-первых, был определенный пессимист по этому поводу, во-вторых, были такие оппозиционные движения и сопротивления, может быть, и по большому счету задавался вопрос «Зачем?». И мне особенно радостно приветствовать в этом зале и в наших рядах и в качестве вице-президента нашей ассоциации человека, который был символом позиции. Это Александр Степанович Крюменко, генерал-директор группы компании КФК. А для нас было в определенном смысле спортивным вызовом убедить Крюменко и убедить рынок – это примерно весь остальной рынок, примерно задача равнозначная. Президент Ассоциации кредитных брокеров Диана Маштакеева проинформировала собравшихся о работе Ассоциации кредитных брокеров в 2010 году, в результате которой Ассоциация фактически воссоздана после кризиса, почти разрушившего рынок кредитного брокериджа. «Если говорить по тому году, на самом деле мы пережили достаточно серьезный период, когда не только кредитные пострады, но и вся страна в целом была в неком периоде стагнации. Поэтому за 2010 год, чуть позже, ревизор, поседатель ревизионной комиссии, Олеся Стрыльник, нам читает отчет по финансовому положению Ассоциации кредитных брокеров». На годовом собрании Ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов принято положение о региональных поверенных ассоциаций. Первые полномочные представители Ассоциации кредитных брокеров появятся в Башкирии, Нижнем Новгороде, Волгограде, Красноярске, Екатеринбурге, Северо-Западном и Уральском федеральных округах. «На территории Республики Башкортостан в рамках компании «Уральский финансовый центр» мы работаем с 2006 года. Для нужд предприятия малосреднего бизнеса привлекли сумму, которая на сегодняшний день стремится к миллиарду рублей. По сути, мы являемся одними из первых лизинговых брокеров в России и первыми кредитными брокерами на территории Республики Башкортостан, которые ведут свою деятельность абсолютно легально, с точки зрения честности, открытости, при взаимодействии с банками и клиентами». В ходе собрания был избран Совет директоров Ассоциации кредитных брокеров. Председателем Совета директоров избран вице-президент Ассоциации региональных банков России, директор Института финансово-экономических исследований при Финансовом университете Владимир Гамза. Первым заместителем председателя Совета директоров избран вице-президент Ассоциации региональных банков России, главный редактор информационного агентства «Банки.ру» и сети порталов «123 кредит» Ян Арт. Заместителями председателя совета директоров избраны вице-президент Ассоциации кредитных брокеров генеральный директор группы компаний КФК Александр Гребенко и Леонид Тихун. В совет также вошли президент Ассоциации кредитных брокеров Диана Маштакеева и вице-президент Ассоциации кредитных брокеров председатель правления Volkswagen Bankrus Николай Корчагин. Владимир Андреевич Гамза очень четко определил несколько основных функций и направлений стратегических деятельностей нашей ассоциации. Это первое определение бизнес-функций кредитных брокеров, определение их правового поля, их правовой роли в жизни бизнеса, в жизни финансового рынка России. И плюс, конечно, немаловажное направление – это соответствие социальным задачам. На собрании Ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов был также утвержден состав наблюдательного совета при ассоциации. Его председателем стал ректор финансового университета при правительстве России Михаил Искендаров. В состав наблюдательного совета вошли исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Мурочев, руководитель Центрального каталога кредитных историй Центрального банка России Борис Воронин, депутат Государственной думы, член Национального банковского совета Виктор Плескачевский, председатель Совета директоров группы компаний «Банкиру» Михаил Лопушинский, президент Института финансового планирования, председатель Совета директоров Юнио-Аструмбанка Георгий Песков, исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин и другие общественные деятели и финансисты. Учить людей и физических лиц, как мы их называем, и юридических, руководителей предприятий, учить правильному подходу к кредитованию, правильному выбору кредитной организации, правильному выбору продукта, как мы говорим, кредитного, кредитной организации, оформлению договоров, оформлению сделок, расчету своих сил и возможностей, сопоставлению своих возможностей с кредитом и необходимостью отдавать кредит. Судя по атмосфере, царившей в кулуарах собрания, участники Ассоциации кредитных банков России уверены в перспективах ассоциации и довольно оптимистично смотрят в будущее. В рамках ФБР, с одной стороны, мы бы хотели донести до людей то, что кредитный брокер – это не враг, а скорее помощник. С другой стороны, донести до кредитных брокеров саму концепцию заявочного бизнеса. Мое впечатление о съезде Национальной Ассоциации кредитных брокеров России осталось только положительное. В совет директоров входят настоящие профессионалы, любящие свое дело. В ближайших планах Национальной Ассоциации кредитных брокеров и финансовых консультантов разработка национального стандарта кредитного брокериджа. Эта тема будет рассматриваться на традиционной конференции, посвященной стандартам банковского рынка, которая состоится в конце марта в Уфе. Цель доклада, цель стандартов – именно в течение этого года, 2011 года, разработать единые стандарты для кредитных брокеров и финансовых консультантов, которые бы действовали на территории всей Российской Федерации, на основании которых было бы возможным разрабатывать единую учебную программу. Также единые профессиональные стандарты позволят сообществу кредитных брокеров профессионально подойти к подбору персонала. Это позволит понять, какими навыками ключевыми должен обладать человек. Стратегические перспективы самого брокериджа будут обсуждаться на традиционном форуме кредитные брокеры и финансовые институты, которые группа компаний КФК проводит 18 марта в Москве. Объединение усилий всех цивилизованных кредитных брокеров в объединении усилий по организации финансового консультирования и кредитного брокериджа на той платформе, которая могла бы сделать эту услугу цивилизованной и чтобы услуги кредитных посредников пользовались бы спросом и не просто спросом, как некой услуги, которая оказывает какое-то сопутствующее влияние на развитие финансовых рынков, но и для того, чтобы все граждане наши понимали, что услуги кредитного брокера – это необходимая вещь для того, чтобы повышать ту же свою кредитную грамотность. И при обращении финансовые институты за финансированием граждане понимали, что обращение к кредитным брокерам экономит и время, и силы. Ассоциация кредитных брокеров планирует также развивать партнерские программы с ведущими российскими операторами кредитных онлайн-заявок. Это объединенный центр онлайн-заявок «123 кредит», в котором участвуют порталы «Банкир.ру» и «Иппокредит.ру», онлайн-сервис группы компаний «КФК», портал «100 кредитов», интерактивная система «СКБ» и другие. Итак, Национальная ассоциация кредитных брокеров и финансовых консультантов возродилась в новом качестве. Ее создатели полагают, что финансовый рынок России сегодня станет площадкой для плодотворной работы. Кирилл Барышников, Игорь Богомолов. Специально для Банкир.ТВ. Портал «Банкир.ру» завершает опрос, посвященный реформе Сбербанка России. Более 44% респондентов отметили, что работа Сбербанка улучшилась по всем или некоторым направлениям. 30% опрошенных считают, что работа Сбербанка ухудшилась. 31% респондентов оценивает работу главы Сбербанка Германа Грефа положительно. Полностью итоги опроса читайте на портале банкир.ру. О том, как США решают свои проблемы с национальной валютой путем транслирования инфляции на мировую экономику в клубе экспертов банкир.ру рассказал директор по связям с общественностью финансовой группы «Колита Финанс» Алексей Вязовский. Он пишет, До 2007 года, несмотря на необходимость печатать деньги и из-за дефицита бюджета, ситуация была стабильна, поскольку рост ВВП компенсировал новую эмиссию долларов, вызванную дырой в казне. Но с началом кризиса ситуация резко изменилась. Темпы роста ВВП не покрывают даже половины бюджетной эмиссии. В итоге, в данном случае вполне обоснованно можно говорить о необеспеченных долларах. Теоретически, нынешняя ситуация в США должна была бы привести к повсеместному росту цен в этой стране. Но поскольку доллар является основной резервной валютой, некой общей мерой стоимости и главной расчетной единицей в мировой торговле, инфляция, которая должна была возникнуть в США, просто размазалась по всему миру. Мы имеем дело с термином «экспорт инфляции». Полностью колонку Алексея Вязовского читайте в клубе экспертов банкир.ру Мы говорим о ситуации на рынке Форекс с главным аналитиком компании «Макси Форекс» Владимиром Севашовым. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Какой прогноз по евро вы можете сделать на следующую неделю? Евро продолжил на прошлой неделе восходящую коррекцию своего курса относительно доллара США в надежде получить явные сигналы от Европейского банка на повышение процентных ставок. Таким образом, восходящая коррекция достигла максимальных уровней отката к предыдущему снижению. Пробой и закрепление пары евро-доллар выше максимума прошлой недели 1,3837 вызовет продолжение восходящей динамики и подъем пары к целевым уровням 1,3861 и 1,3973. Тем не менее, резкое снижение евро на торгах в пятницу, как и техническая картина по данной паре, подтверждают наш основной прогноз – снижение курса единой европейской валюты. Прошедшие в Ирландии выборы вновь обратили внимание инвесторов на долговые проблемы европейских стран. И в то время как воображаемый рост процентной ставки давно учтен в курсе евро, реальные долговые проблемы уже сейчас оказывают сильнейшее давление на экономику еврозоны. Исходя из этого и в соответствии с нашим прогнозом, предполагаем на следующей неделе завершение подъема пары в коррекции вблизи уровня 1,3770, а затем разворот евро на снижение в новом нисходящем цикле. Целевые уровни снижения евро 1,3724, 1,3678, 1,3648, 1,3586, 1,3528, 1,3485, 1,3426 и ниже. Спасибо, Владимир. Более подробную информацию и обоснование наших прогнозов смотрите на сайте maxiforex.ru В ходе онлайн-конференции банкер.ру начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий высказал свое мнение по вопросу ужесточения требований ЦБ к капиталу банков и резервам на возможные потери. В частности, он сказал, что касается требований к капиталу банков, то разница в лоббистском потенциале государственных и малых банков. Ужесточение требований к капиталу сокращает конкуренцию в банковском секторе страны и усиливает позиции крупных банков. Сказать, что требования к резервам на возможные потери постоянно ужесточаются, я не могу, разве что были отменены поблажки кризисного периода. Полностью материалы онлайн-конференции после Бора читайте на сайте банкир.ру 3 марта проводится совместная онлайн-конференция компании Инго Страх, портала банкир.ру, портала 123-страховка.ру и других масс-медиа. В ней примут участие начальник управления страхования финансовых институтов компании Инго Страх Алексей Кудрин, руководитель направления отдела страхового бизнеса МДМ банка Евгений Шовиков, начальник управления финансового контроля и анализа эффективности расходов финансового департамента Промсвязбанка Елена Иванова, эксперт управления закупок Юникредитбанка Лидия Горчакова. Задайте свои вопросы участникам онлайн-конференции. 3 марта в московском президент-отеле состоится банковская юридическая конференция «Правовое регулирование потребительского кредитования. Практика, проблемы и перспективы». Организаторы конференции – Ассоциация региональных банков России и Институт банковского права Московской государственной юридической академии. Зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте АРБР. Подробнее об этих и многих других темах финансового рынка читайте на сайтах банкир.ру, 123кредит.ру, асрос.ру и покредит.ру. А мы прощаемся с вами и желаем вам успешной финансовой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова